Всем привет дорогие друзья! В этом видеоролике я хотел бы рассказать вам свои мысли касательно текущего состояния рынка криптовалют, рассмотреть конкретные инструменты, рассмотреть конкретные позиции, а также конкретные идеи, которые есть у меня на сегодняшний день. В общем, видео обещает быть максимально полезным, максимально практическим и практичным, поэтому не забывайте подписываться на канал и ставить лайки этому видеоролику. Начнем мы с вами с, пожалуй, биткоина, как главного движителя рынка криптовалют. Что мы с вами имеем? Мы имеем ситуацию, где биткоин поджал уровень 30 тысяч, он его пробил и сейчас цена колеблется вокруг него. И в целом какого-то консенсуса пока что нет. Тем не менее, на мой взгляд, в рынке превалируют покупатели. И как мы посмотрим с вами дальше, это касается как биткоина, так и в целом всего рынка. То есть мы видим, как многие альткоины выстраиваются уже под импульс вверх. Соответственно, как я писал у себя в телеграм-канале, что я не рекомендую шортить, потому что многие сейчас пишут, вот надо шортить, надо шортить. Но, по моему субъективному мнению, все эти шорты обусловлены лишь желанием взять у рынка реванш. То есть вы не успели купить, соответственно, сейчас покупать не хочется. И, в общем-то, вот такая психологическая дилемма. Но предпосылок для качественного шорта, на мой взгляд, нет. То есть аптренд, он продолжается и нужно пытаться что-то в этом аптренде заработать. К слову, в этом телеграм-канале вот буквально некоторое время назад, минут 15 назад, я выложил лекцию. Это закрытая лекция по фундаментальному анализу рынка, где я рассказываю про ликвидность, про акции, про криптовалюты, как анализировать различные классы активов и так далее, и так далее. Супер полезная закрытая лекция. В доступе будет бесплатно 24 часа, поэтому проходите в телеграм-канал по ссылке в описании. Во-первых, подписывайтесь на него, забирайте эту лекцию и изучайте, потому что она супер и супер полезная. Теперь же еще давайте поговорим немножко про биткоин и поговорим с вами про то, а что же делать, то есть стоит ли сейчас покупать или же не стоит. Могу сказать, что сделал я на биткоине, и это была рекомендация в рамках моего инвестиционного клуба, куда имеют доступ все студенты, которые приходят ко мне на обучение. И рекомендация была очень простая, это покупать биткоин в районе 26 тысяч. То есть вот здесь мы получили очень красивый классный паттерн, этот паттерн находится у меня в лекциях в рамках моего обучающего курса. То есть он очень чистый, очень понятный и соответственно здесь была классная точка входа. То есть на сегодняшний день у меня есть уже биткоин, ранее я рассказывал о том, что биткоин для меня менее интересный, и там был эфир, лайткоин и так далее, и так далее. То есть были альты, но вот появилась возможность по хорошей цене прикупить биткоин, что в общем-то я и сделал. И теперь у меня в портфеле находится также и биткоин. Что делать сейчас? Стоит ли покупать или же не стоит? На мой взгляд, конечно же, биткоин покупать вот сейчас нет смысла. То есть шортить тоже нет смысла, ну и покупать нет смысла, потому что движение очень быстрое. Соответственно в рамках таких движений запаса для роста, ну как бы чисто статистика, чем сильнее импульс, тем меньше дальнейшего потенциала для продолжения этого импульса. Соответственно риск, если вы купите, у вас будет большой, то есть там как-то отконтролировать, соответственно потерять можно много, а вот запаса для роста нет. Что в этой ситуации можно сделать? И вот буквально вчера мы заканчиваем группу по опционам, я давал такую точку входа. И в принципе сейчас она очень хорошо может сформироваться. Сейчас мы видим поджатие этого уровня, то есть у нас идет борьба за уровень 30, то есть этот уровень у нас психологический плюс технический. И соответственно здесь, когда мы увидим продолжение импульса, то есть когда здесь у нас пойдут объемы, пойдет продолжение импульса, биткоин сам покупать, на мой взгляд, ну там скальперские движения какие-то я не беру, там и так далее, какой-то там супер спекулятивный трейдинг. То есть я там не совсем, или же я бы сказал совсем не про трейдинг, вот это неинтересно, то есть с точки зрения риск-реворда. Но интересно купить опционов кол в этой ситуации, потому что волатильность подразумеваемая все еще остается низкая и соответственно опционы все еще, несмотря на это движение, они стоят дешево. В чем преимущество опционов? Опционы дают вам следующие преимущества, то есть позволяют решать следующие задачи. Первое, это отсутствие необходимости ставить стоп-лосс, потому что ну вот купили вы опцион там, не знаю, за 200 долларов, да, это вот мой конек, конечно же, рисование, мышка, это сильная моя сторона. Вот, допустим вы купили за 200 долларов опционы, все, 200 долларов это ваш риск, больше вы ничем не рискуете. Соответственно, куда бы ни упала цена, 200 долларов это ваш максимальный риск. Все, то есть вам не нужно изощряться и пытаться здесь найти какие-то уровни отмены, которых здесь по факту и нету. То есть, ну, очевидно, что ближайшие уровни какие-то тяжелые находятся здесь. Вот, ставить стоп сюда очень большой риск. Пытаться где-то здесь, ну, хороших уровней нет, куда бы вы ни поставили стоп, у вас всегда есть шанс, что этот стоп просто сработает и дальше цена пойдет вверх. Вот, это первое, что позволяет решать опционы. Второе, это то, что опционы дают возможность вам получить необходимый финансовый рычаг для того, чтобы кратно приумножить тот капитал, который вы в эту сделку вкладываете. Я показывал много раз эти примеры, то есть, как опционы, там, биткоин растет на 5%, а опционы растут в 3 раза, там, в 4 раза и так далее. Вот, я вот буквально вчера показывал там студентам, мы рассматривали кейсы, то есть, вот в рамках этого движения опционы выросли в 5 или в 6 раз. То есть, биткоин вырос, там, грубо говоря, на 12-13%, а опционы выросли в 5-6 раз. То есть, так работают опционы. Опционы дают вам возможность получить вот этот вот необходимый финансовый рычаг. И, к слову, если вам интересно получить от меня больше практических решений в области технического анализа, то есть, видеть вот такие точки входа для дирекционной покупки, научиться правильно выстраивать риск менеджмент, правильно выстраивать портфель, ну и также освоить инструмент опционы, то, начиная с 17-го, 17-го июля стартует мой авторский курс, где я выдам абсолютно всю информацию, которая у меня накоплена по работе на криптовалютном рынке. Это фундаментальный анализ, технический анализ, стратегия построения портфеля, риск менеджмент, точки входа и опционы. То есть, все абсолютно, что нужно для профессиональной, не побоюсь этого слова, профессиональной работы на рынке. Ссылка на описание этого курса будет в описании. Ссылка на описание этого курса будет в описании к этому видеоролику. Богатый русский язык Андрея Михайлевна дает о себе знать. Ну и также в этом телеграм-канале в ближайшее время я буду выкладывать определенные примеры работы по этой системе. И, скорее всего, в самое ближайшее время выйдет видеопрезентация. Не знаю, будет ли она публичной или же будет закрытой, но она в любом случае появится в этом телеграм-канале. Ну и также, друзья, первые 25 человек получают самые лучшие условия. Два места уже занято, остается 23 свободных слота. Поэтому, друзья, если все, что я вам рассказал, интересно, резонирует, ссылочка в описании, тут же мой контакт. Пишите, решим с вами все технические вопросы. Теперь же, друзья, удаляю всю эту каляку-маляку. Еще одна информация, которую я хотел бы с вами поделиться по поводу Медведей, да, по поводу того, я забыл, значит, вот когда рассказывал про то, что не рекомендую шортить, что Медведи очень сильно страдает. И вот на сегодняшний день огромная ликвидация на всем крипторынке была заликвидирована за 21 число, это за вчерашний день, то есть за тот сильный рост, который мы получили, более чем на 170 миллионов на всем крипторынке и на биткоине ликвидация превысила 80 миллионов долларов. То есть потери у Медведей катастрофические и, скорее всего, эта ситуация не закончилась, то есть, на мой взгляд, вот как мы сейчас посмотрим, все еще впереди для Медведей, все самое веселое еще впереди, поэтому, друзья, ну, не стоит, как бы, поддаваться на вот эти эмоциональные позывы. Следующее, давайте посмотрим некоторые альткоины и, конечно же, стоит посмотреть эфир. Вот чисто техническая оценка, больше, как бы, мы ни о чем не говорим, то есть сегодня видео такой, легкий видеообзор без какого-либо фундамента, просто что происходит. В принципе, технический анализ тоже дает большое количество информации, хотя с точки зрения вот аналитического комплекса риск-менеджмента, с точки зрения аналитического комплекса, технический анализ позволяет решать задачи риск-менеджмента, вот забегая вперед мозг у меня, вперед языка, вот, и, конечно же, позволяет решать задачу маркет-тайминга, то есть, когда у нас бывает какая-то, к примеру, идея что-то купить, вот можно там, как Баффет, покупать просто по рынку на 10 лет, а можно постараться выбрать какую-то хорошую точку входа, как на примере биткоина, то есть, идея там, например, что рынок способен сделать импульс вверх, она была, но, соответственно, не было хорошей точки входа. Как только она появилась, соответственно, это позволило нам занять хорошую позицию. Что касается эфира, друзья, эфир тоже показывает довольно сильные признаки роста. Давайте взглянем на, значит, дневной таймфрейм, что мы видим с вами на фоне. Давайте такая экспресс-оценка. Первое, мы видим здесь с вами большое падение, которое падение выкупает. Внизу уровень 1000, я, если честно, кто помнит, думал, что этот уровень будут пробивать. Ну, так вот по медвежьей очень сильно выглядела вот здесь, по крайней мере, картинка, вот до этой части. Я думал, что все-таки 1000 притянут, заберут тут ликвидность и уже дальше, возможно, как-то пойдут вверх. Но ликвидность не забрали, мы увидим довольно-таки сильный рост и мы видим техническую коррекцию. То есть это, вот это все движение, вот это все движение, очевидно, у нас была коррекция. То есть у нас сломали здесь уровни поддержки, цена сюда ушла, не нашла, соответственно, здесь у нас никаких, значит, никаких сильных продавцов, которые бы смогли сформировать здесь даунтренд. И вновь мы поднялись выше этого уровня и, в общем-то, цена закрепилась. Поэтому мы можем достаточно с большой долей вероятности утверждать, что по эфиру у нас сохраняется в рынке перекос в сторону спроса. Давайте посмотрим некоторые альты. Мой любимый Litecoin, к сожалению, выглядит не так привлекательно, как выглядел несколько недель назад. Давайте сейчас вам объясню, почему. Почему, тем не менее, я продолжаю удерживать по нем позицию, каких-то смертельных там паттернов я не вижу. Ну и в целом рынок, мне кажется, что в целом по рынку консенсус все же заверх. Что мы здесь с вами видим? То есть почему мне не нравится эта ситуация, которая формируется на Litecoin? А не нравится она мне потому, что здесь мы формировали такой очень красивый паттерн треугольник. Его можно так нарисовать, можно здесь уровень 100 провести. То есть по-разному его можно здесь начертить. Но, тем не менее, у нас здесь был четкий такой тренд на поднятие, на поджатие вот этой ликвидности, которая есть здесь. И, соответственно, если бы в рынке был сильный перекос в сторону спроса, эту ликвидность мы бы здесь увидели вынос и, соответственно, дальше бы рынок пошел вверх. Но эта тенденция, она сломалась. И несмотря на то, что здесь мы видим признаки покупателей достаточно сильные, здесь слили продавцов, здесь у нас был добой, очень такой тоже классный паттерн. Многие студенты знают его, кто там детальнее, кто посещает, значит, семинары, кто там давно учится. Мы это часто разбирали. Вот эту ситуацию, эту картинку, она часто встречается. То есть, именно вот эта часть часто встречается. Вот. То есть, есть признаки перекоса в сторону спроса, но уже не так это все привлекательно, как было вот до этого пробоя. Будем смотреть. То есть, лайткоин я удерживаю. В целом, превалирует, как и на других инструментах, превалируют покупатели. Но лайткоин уже не так привлекателен, как раньше. Давайте посмотрим на Binance. Мне кажется, что вот Binance является неким таким законодателем моды, потому что Binance, в частности, принес вот этот негатив, вот эти контрагентские риски. Много сейчас различного рода информации публикуется касательно Binance, что не один к одному, что у них проблемы с отчетностью, что там вопросы, как разделены деньги компании, деньги клиентов и разделены ли они на самом деле или же нет. Тем не менее, мы видим, что с технической точки зрения, вот это как бы самое плохое, по крайней мере, в моменте пройдено. И мы видим появление достаточно сильных покупателей. Что мне не нравится, друзья, вот в этой ситуации, мне не нравится то, что вот у нас был сформирован достаточно такой понятный диапазон. Вот у нас этот уровень был, значит, поддержка, его сломили, он у нас стал сопротивлением, и цена пришла в него и не пробила. То есть, если бы все было прямо очень-очень хорошо, здесь мы должны были делать какой-то пробой, и цена вот так вот просто безоткатно улетает, отыгрывая весь тот фут, весь тот, значит, негативный сантимент, негативные вот эти новости, на которых это все упало. То есть, были негативные новости, рынок их вроде бы учел, ничего дальше страшного не происходит, и рынок, по идее, должен все это быстро отыграть. Но, к сожалению, этого не происходит. И лично мне эта картинка не нравится. То есть, вот что меня настораживает здесь и сейчас, это вот эта ситуация на бинансе. То есть, как некий такой индикатор настроения всего рынка. То есть, биткоин выглядит супер круто, эфир выглядит очень хорошо. Там многие другие альты, которые мы с вами посмотрим. Ну, например, да, давайте вот я удалю эти каляки-маляки мои. Вот. Например, Атом. Тоже выглядит очень сильно. То есть, Атом я покупал здесь. Вот еще один классный пример. И это, эти сделки были в рамках моего инвестиционного клуба. То есть, опять-таки, все мои студенты это получали. Почему это работает и как это работает, я буду рассказывать 17-го числа. То есть, мы будем в чем, ну, ладно, я уже не буду рассказывать. В общем, почитайте преимущества этого курса именно в практикумах. То, что мы будем все делать, все вот эти вот, значит, элементы, которые необходимы для работы на рынке, фундаментальный, технический анализ, мы будем применять в реальном времени. То есть, вот, как бы преимущественно, самое главное преимущество этого курса, который вот стартует. Именно этой группы. Вот, соответственно, точки входа мы будем разбирать там. И на сегодняшний день мы видим ситуацию, что вот это падение полностью закрыто. То есть, у нас был очень такой интересный уровень. Здесь сформирован, цена его пробила и в целом довольно комфортно двигается вверх. Нету никаких абсолютно сильных продавцов. Да, в моменте там что-то послили, но это больше такая какая-то техническая коррекция, по крайней мере, в моменте, не предвещающая ничего страшного. Конечно же, все может быть и, наверное, правильно добавить, что у меня нет стопроцентного анализа. То есть, я ни в коем случае не знаю точно, что будет завтра. И там хейтеры не спят. И, конечно же, мне об этом напомнят, что если я вдруг ошибаюсь, хейтеры это такая, значит, плеяда зрителей, когда ты делаешь правильные прогнозы и даешь пользу. Они молчат, но вот если ты где-то ошибился, вот там уже желчи прям наваливают, конечно. Но что поделать? Что поделать? Реалии публичных людей. И, в общем-то, если ты уж сделался публичным человеком, будь добры, значит, и коммуницировать, и видеть вот это все тоже. Что еще? Давайте же, какие еще альткоины мы можем посмотреть? Посмотреть матик, тоже есть у меня в портфеле, тоже здесь был куплен. Тоже, в принципе, позиция находится в плюсе, но, конечно же, выглядит послабее. То есть, вот этот диапазон, примерно похожий, который был на Атоме, он не пробит. То есть, цена пока что колеблется вокруг него, но, в целом, глобальная картинка достаточно привлекательная. Что еще можно посмотреть? Что еще интересно из таких, значит, тоже, как мне кажется, лакмусовых инструментов, это солана, которая с секом была рассмотрена как ценная бумага. Мы видим тоже достаточно обычную картинку. Слили, дальше ничего не происходит. То есть, эта ситуация отыграна. Те, кто хотел выйти и, значит, сократить вот эти риски, соответственно, вышли и сократили. И мы видим, как реакция от объема вверх. И, в целом, там, защитили уровень 15, цена двигается к 20. То есть, тоже очень и очень хороший сигнал для продолжения роста всего рынка. Ну и последний, наверное, инструмент, который бы я хотел рассмотреть, это ЧИА. На ЧИА, к сожалению, не последний. Есть еще TVT. Я тоже хотел бы его вам показать, потому что там формируется достаточно интересная точка входа. Значит, ЧИА, к сожалению, безжизненно. Ну вот, тоже нету, нету ни продавцов, нету ни покупателей. То есть, просто нету жизни. И как вот, значит, более такие криптаны, значит, мне рассказывали, вот на наших, значит, ламповых встречах, которые мы проводим в Телеграм-канале, периодически, все никак не найду время провести следующую, но она обязательно будет в самое ближайшее время. Вот ребята приходили, которые там вот криптаны-криптаны, говорили следующую информацию, что по ЧИА просто нету продавцов. То есть, там как бы основной объем, он у оунеров, у создателей, и в целом продавать особо некому. Ну и вот как бы продавать некому, покупать некому, вот так вот ЧИА, в общем-то, и живет. Либо те начнут сливать и забирать из проекта хоть какие-то крохи, которые можно забрать, либо все-таки что-то изменится в лучшую сторону. Но пока что, скорее, это такая безжизненная история. По ТВТ, друзья, чем интересен этот инструмент? Интересен он исключительно технической картинкой. То есть, мы видим здесь такой импульс. На этом импульсе, кстати, там опять-таки хейтерс об этом не вспоминают, но этот импульс мы очень четко взяли. То есть, на этом импульсе удалось очень хорошо заработать, что позволило в тот момент времени, это же был этот FTX в этот же момент времени. Сейчас давайте посмотрим, когда же у нас был FTX. Это был ноябрь. И вот если мы посмотрим TVT, то это вот как раз-таки да. То есть, портфель проседал, а был TVT в портфеле, и был, по-моему, в этот же момент времени MATIC, которые позволили неплохо так заработать и выровнять ситуацию по портфелю. И вот как бы выбор активов, это просто кейсы, насколько важно правильно составлять портфель. Потому что если ты берешь инструменты с перекосом в сторону спроса, соответственно, у тебя как минимум часть позиций чувствует себя сильно лучше рынка. И даже если рынок падает, у тебя все равно как бы портфель лучше, нежели чем у среднего рыночного участника. То есть, вот опять-таки, противники технического анализа и противники рыночной теории, там, механики работы рынка, ну, вот вам конкретные кейсы. Что касается TVT, значит, паттерн интересен следующий. Мы видим, как цена ушла ниже единицы. Здесь у нас вроде такой сильный объем. Послевали всех тех, кто покупал. И очень важно же было вовремя выйти. И мы вышли очень хорошо из TVT, там по 2 с копейками выходили. И из MATIC очень неплохо вышли. Но там, правда, выходили частями. Здесь вышли полностью, а там выходили частями. Там, конечно, удалось заработать, но не полностью. Здесь практически все движение было положено в карман. И, соответственно, те, кто покупали здесь, их потихонечку вытряхнули, вытряхнули последних ниже единицы. И мы видим, что ниже единицы нету предложения. И цена вновь возвращается к этому уровню. И здесь могут сформироваться очень классные условия для того, чтобы купить. То есть, выше единицы я бы рассмотрел к покупке TVT. Потому что риск-реворд здесь будет очень-очень хороший. То есть, нам показали, что ниже нету сильных продавцов. Соответственно, здесь у нас риска немного. А дальше загнать цену могут очень-очень хорошо. То есть, риск-реворд благоприятный. Шансы с точки зрения вероятности благоприятные. То есть, вероятность за рост больше, чем за падение. Особенно выше единицы эти шансы будут. То есть, все складывается для того, чтобы получить на дистанции, что нам нужно. Это положительное мат ожидания. То есть, здесь, в принципе, оно вырисовывается. Поэтому, вот этот инструмент можете взять себе на вооружение. В общем, друзья, на этом у меня все. Если интересно узнать подробнее про мою работу и перенять знания и инструменты, которые я использую, то ссылка на мой курс, который стартует 17 числа, будет в описании. Первые 25 человек получают самые лучшие условия. И, в общем-то, там же найдете мои контакты. На этом у меня все. Я надеюсь, вам понравился обзор. Если так, палец вверх, подписка, подписка на телеграм-канал. Там, не забывайте, очень классная лекция по фундаментальному анализу. И увидимся в следующих выпусках. Спасибо за внимание. Андрей Михайлович был с вами. Хорошего дня. Пока-пока.